В интернете очень много информации о различных методах, способах очистки печени. Из моего опыта я предлагаю вам ознакомиться с методом очищения печени Андрея Морица. Есть такой, был вернее, такой очень интересный человек, жизнь которого оборвалась трагически. Ну, царство ему небесное. Значит, от него осталась вот эта методика, которую он практиковал на тысячах и тысячах пациентов, и результаты были ошеломляющие. Люди избавлялись от различных проблем по здоровью. Итак, очищение печени. Очищение печени из желчного пузыря от камней – один из самых важных и эффективных методов оздоровления. Процедура длится 16-20 часов, которым предшествует шестидневная подготовка. Чтобы очистить печень от камней, вам потребуются следующие. Яблочный сок. 6 литровых пакетов. Если больше, то это приветствуется. 7 литровых пакетов. Английская соль. 4 столовые ложки, растворенные в 3 стаканах воды. 8 литровых пакетов. Натуральное оливковое масло холодного отжима. Полстакана. Грейпфруты. Лучше всего розовые или лимоны с апельсинами. Достаточное количество, чтобы выжать. 2 третих стакана сока. Из моего опыта, грейпфруты были подходящие для всех. То есть, не было каких-то проблем у кого бы то ни было из моего опыта. Значит, грейпфруты. Литровая банка и пол-литровая банка с крышкой. Это для того, чтобы всю эту смесь приготовить. Горькая соль. Это сульфат английская. Соль на инцидент. Это сульфат магния. Является натуральным слабительным средством. Стакан здесь понимается как мера емкости равная примерно 240 мл. Но я брал как бы наш стакан 250 мл. Малиновский. И все было нормально. Если вы не переносите грейпфрутовый сок. Можете использовать вместо него смесь свежевыжатого, лимонного и апельсинового сока. Эффект будет тот же. Но я рекомендую грейпфрутовый. Много раз использовался. Подготовка к чистке. В течение 6 дней выпиваете по литру яблочного сока. Можно и больше, если не нравится. И сок лучше брать из свежих яблок. Яблочная кислота размягчает желчные камни и облегчает их прохождение по желчным протокам. Яблочный сок обладает очень сильным очищающим действием. У некоторых, особо чувствительных людей, первые дни потребления сока может вызвать вздутие живота и даже по носу. В большинстве случаев скалом выходит высвобождаемое из печени и желчного пузыря желчо, на что указывает желто-коричневый цвет стула. Ферментирующее действие яблочного сока помогает расширить желчные протоки. Если ощущение дискомфорта не проходит, можно попытаться разбавлять сок водой. Пейте его понемногу в течение всего дня между приемами пищи. Старайтесь не потреблять сок перед едой, во время еды и в течение двух часов после еды, а также вечером перед сном, то есть в промежутках между едой. И сок должен не подменять собой вашу обычную суточную дозу воды, а дополнять ее. Примечание. Отдавайте предпочтение натуральному соку, хотя для очистки организма пригоден и сок, изготовленный из концентрата. Чтобы яблочная кислота не повредила зубы, полезно несколько раз в день полоскать рот содой или чистить зубы. Если у вас аллергия на яблочный сок, обратитесь к альтернативным вариантам. Диетические рекомендации. В течение всей недели подготовки и проведения процедуры старайтесь не употреблять холодные продукты и напитки. Остужая печень, они препятствуют процессу очищения. Все, что вы едите или бьете, должно быть нагрето хотя бы до комнатной температуры. Подготавливая печень главной процедурой, старайтесь избегать продуктов животного происхождения, в том числе молочных, а также жареных. В остальном питание обычное, но не переедайте. На лучшее время для очистки это главный и последний этап процедуры. Лучше всего проводить выходные, чтобы вам не нужно было никуда торопиться, а вы имели достаточно времени на отдых. Хотя чистка печени эффективна в любой период, лучше все же проводить ее вскоре после полнолуния. Шестидневный подготовительный этап, таким образом следует начинать за 5-6 дней до полнолуния. Я рекомендую именно такой вот вариант. Если вы принимаете какие-либо медикаменты, во время процедуры воздержитесь от приема каких бы то ни было лекарств, витаминов и биологически активных добавок. Если в этом нет крайней необходимости, не нужно нагружать печень дополнительной работой, это может помешать процессу очищения. Обязательно промойте кишечник до и после чистки печени. Регулярные испражнения еще не означают, что в кишечнике нет никаких заторов. Очистка толстой кишки за несколько дней до процедуры или в идеале на шестой день подготовки позволяет свести на нет или хотя бы к минимуму ощущение дискомфорта и тошноты во время промывания печени. Предотвращает подъем чистящей смеси или шлаков вверх по кишечному тракту и помогает организму быстрее избавиться от камней. Самый быстрый и простой способ подготовки кишечника к очищению печени это профессиональная гидротерапия. Колодник называют ее еще. Другой вариант клизма и ее разновидности. Что делать на шестой последний день подготовки? Если вы с утра голодны, съешьте легкий завтрак типа горячей каши, лучше всего овся. Избегайте сахара и других подсластителей, пряностей, молока, масла, в том числе растительного, йогурта, сыра, ветчины, яиц, орехов, макаронных изделий, холодных каш и т.д. Можно есть фрукты и пить фруктовые сумки. На обед ограничьтесь приготовлением пару овощами с белым рисом, чуть приправленным нерафинированной солью, морской или каменью. Воздержитесь от белковой пищи, а также животного растительного масла, чтобы во время очистки печени вам не стало плохо. После 14 часов ничего не ешьте и не пейте, кроме чистой воды, иначе камни могут не выйти. Восклицательный знак. Для достижения максимального эффекта от чистки печени старайтесь следовать описываемой ниже процедуре строго по часам. Процедура очищения печени. Вечером в 18.00. Растворите 4 столовые ложки английской соли сульфата магния в 3 стаканах фильтрованной воды, долитой в банку. Это количество смеси надо будет разделить на 4 части, по полстакана или примерно 180 мл. Выпейте первую порцию. Чтобы избавиться от горечи во рту, можно запить раствор небольшим количеством воды или добавить в него немного лимонного сока для улучшения вкуса. Некоторые люди, чтобы не чувствовать горечи соли, пьют жидкость через широкую соломинку. Полезно также после этого почистить зубы или прополоскать рот солны. Одна из главных функций английской соли – расширение желчных протоков, облегчающее прохождение камней. Кроме того, она выводит из организма шлака, препятствующий очищению печени. 20.00. То есть прошло 2 часа. Выпейте вторую порцию полстакана раствора английской соли. Если к этому времени ваш кишечник не опорожнялся в течение 24 часов, очистите его с помощью глизма. Тщательно помойте грейпфруты в 21.45 или лимоны с апельсинами. Вам нужно получить 2 третих стакана сока. Залейте полученный сок в пол-литровую банку, добавьте полстакана оливкового масла, плотно закройте банку крышкой и встряхните ее 20 раз, пока содержимое не перемешается в однородную жидкость. В идеале эту смесь следует выпить в 22.00. Поэтому приготовление в 21.45 начинаем. Но если вам еще нужно сходить в туалет, можете отложить этот этап минут на 10. 22.00. Встаньте рядом с кроватью. Не садитесь и выпейте приготовленную смесь. По возможности одним залпом. При необходимости между глотками можно съесть немного меда. Большинство людей, однако, легко выпивают эту жидкость безо всяких дополнительных усилий. Старайтесь уложиться в 5 минут. Только пожилым и очень ослабленным людям можно растянуть это время. Сразу после этого ложитесь в постель. Это очень важно для облегчения выхода камня. Выключите свет и лежите на спине, подложив под голову одну-две подушки. Голова должна быть выше живота. Если в такой позе вам неудобно, повернитесь на правый бок, подтянув колени. Лежите совершенно неподвижно в течение 20 минут. Старайтесь, не разговаривайте. Все внимание сосредоточено на своей печени. Вы можете даже почувствовать, как камни продвигаются по желчеводящим путям. Боли не будет, потому что благодаря магнию, содержащемуся в английской соли, клапанами желчных потоков остаются открытыми и расслаблены. А желчь выделяемая вместе с камнями хорошо эти каналы смазывает. Неприятные ощущения появляются только если камни приходят в движение, а магния и желчи в желчных протоках недостаточно. Постарайтесь уснуть, если сможете. Если среди ночи вы почувствуете потребность опорожнять кишечник, сделайте это. При этом проверяйте, не выпадают ли в бунитаз желчные камни, зеленоватого или коричневого цвета. Среди ночи и рано утром у вас могут быть приступы тошноты. Это связано главным образом с тем, что ускорены выходящие из печени желчного пузыря камни и токсины выдавливают, выпитую вами смесь сока и масла обратно в желудок. Утром тошнота постепенно пройдет. На утро 6.00 до 6.30. Желательно 6.00. Проснувшись утром, завести будильник можно. Но не ранее 6.00, выпейте третью порцию английской соли. Если испытываете сильную жажду, можно до этого выпить стакан теплой воды. Отдохните, почитайте, помедитировать. Если очень хочется спать, можете вернуться в постель. Хотя лучше оставаться в вертикальном положении. Большинство людей на этой стадии прекрасно себя чувствует и предпочитает выполнять несколько легких упражнений, позаниматься йогой, например. В 8.00 выпейте четвертую и последнюю порцию 3 четвертых стакана раствора английской соли. В 10.00 можете выпить стакан свежевыжатого фруктового сока. В полчаса спустя съешьте один или два свежих фрукта. Еще через час можете пообедать своей обычной, только легкой пищей. К вечеру или к следующему утру вы должны вернуться в нормальное состояние и почувствовать первые признаки улучшения. В несколько дней старайтесь особо не надегать на пищу. Не забывайте, что ваша печень и желчный пузырь только что перенеснут в сложную операцию, хоть и без вредных побочных эффектов. Ну вот, таким образом, значит, заканчивается чистка печени. В утренние и, возможно, дневные часы после чистки печени у вас будет несколько дефекаций с водянистым стулом. Поначалу будут выходить остатки пищи с камнями, а потом просто камни с водой. Большинство из них имеют зеленоватый цвет и они не тонут, поскольку состоят из компонентов желчи. Но бывают и те, которые тонут. Оттенки зеленого бывают самые разные. Некоторые камни могут быть яркими и блестящими, как изумруды. Зеленый цвет может давать только желчь из печени. Вообще, камни бывают разный цветов, форм и размер. Самые молодые – это светлые. Самые старые – почти черные. Такие вот примерно. Камни размером с горошину и меньше, другие могут достигать 2-3 см в диаметре. Их количество может исчисляться десятками и даже сотнями. Обращайте также внимание на коричневые и белые камни. Самые крупные из них могут тонуть. Они содержат кальций, выделяемые из желчного пузыря, и тяжелые токсичные шлаки. А холестерина в них сравнительно мало. Все зеленые и желтоватые камни очень мягкие благодаря действию яблочного сок. Вы можете также обнаружить в стуле слой белой или коричневой педы. Она состоит из миллионов крошечных кристаллов холестерина, которые имеют острые края и способны повреждать мелкие желчные протокты. Избавиться от них также важно, как и от камней. Такие вот педы. Разные мелкие сгустки. Постарайтесь хотя бы примерно оценить количество вышедших камней. Чтобы навсегда избавиться от бурсита, боли в спине, аллергии и других проблем со здоровьем, и уберечься от болезней, в будущем вам нужно очистить печень от всех камней. До этого может потребоваться не менее 6 чистых с интервалом от 2 недель до месяца. Чаще не надо. В крайнем случае промежутки между процедурами можно увеличить. Важно только помнить, что если вы начали удалять из печени камни, этот процесс нужно продолжать до тех пор, пока они все не выйдут. Если оставить печень наполовину очищенной на долгое время, 3 и более месяца, вам может стать еще хуже, чем было первоначально. Уже после первой чистки печень начинает работать эффективнее. Самочувствие и состояние здоровья могут улучшиться через считанные часы. Боль ослабевает. Организм наполняется энергией. Яснее станут мысли. Организм наполняется энергией.